здравствуйте дорогие друзья инфляция в российской федерации продолжает свой бурный рост сегодня получил данные что инфляция год-году уже более девяти процентов нахожусь на сайте центрального банка и видим что цель по инфляции 4 процента годовая инфляция год-году но это данные еще прошлые майские 8,3 процента и видим рост этой инфляции несмотря на ставку в 16 процентов собственно влияние ставки на инфляцию в наших текущих условиях политико-экономические мы ранее обсуждали с вами и наше с вами мнение было совершенно верным относительно того что ставка в 16 процентов не поможет в борьбе с инфляцией потому что корни инфляции другие нужно рубить корень а не собирать там листья с деревьев но иного инструмента центральный банк не имеет поэтому будет еще поднимать ставку и вполне вероятно что он будет это делать еще не один раз то есть мы смоделируем ситуацию сейчас уже инфляция более девяти процентов конечно на следующем заседании центрального банка на секундочку так продолжим и на следующем заседании центрального банка я думаю что безусловно ставку повысят и повысить нужно ее будет порядочная инфляция разгоняется значит эльвиру набиулину будет всячески полоскать по телевизору что это она виновата но мое субъективное мнение конечно дело совсем в другом но не об этом сейчас значит ставку будут повышать и вполне вероятно до 18 процентов в последующем периоде могут и до 20 процентов поднять ставку значит и это безусловно негативно влияет на рынке потому что деньги станут дороже кредиты станут дороже потребительская активность будет снижаться то есть объем потребления снижается соответственно объем производства будет снижаться это такой фактор значительный который будет влиять на фондовый рынок потому что многие компании они как раз таки и работают для того чтобы мы с вами потребляли тем или иным образом то есть это аксиому я думаю подтверждение каких-то и обоснований дополнительных не потребует мы все это понимаем сегодня цель ролика в том чтобы определить компании которые в меньшей степени будут получать негативное влияние от ставки в 20 процентов а даже получать позитивное влияние от этой ставки чтобы мы с вами могли эффективно распределить свои денежные средства и получить плюсы от высокой ставки вместо каких-то минусов убытков и так далее давайте об этом поговорим приведу данные и как говорится всегда рад поделиться своим опытом значит первое а чё о чем я хотел бы упомянуть это опять же та же самая долговая нагрузка о которой мы уже говорили в прошлой ролике то есть компании с высокой долговой нагрузкой вот долг по отношению ки беда у которых высок будет очень тяжело им обслуживать свои кредиты кредитное плечо большое процентные ставки по облигациям еще вырастут и так далее то есть им будет сложно часть прибыли уйдет на процентные расходы противоположная же ситуация у компаний у которых долго практически нет то есть им без разницы сколько процент по кредитам они кредитами не пользуются они продолжают работать в той в том направлении в той индустрии общем-то и никакого влияния на них это не окажет то есть долговая нагрузка в нормальном случае это долг и беде меньше трех вот видимо примерно эту отсечку меньше трех в хорошем сценарии с текущей ставкой в 20 процентов она огромная лучше иметь минимальную долговую нагрузку или вообще отрицательные значения когда объем долга и чистый долг находится в отрицательных значениях так что обращая внимание на эти компании и не только то есть хотел бы сегодня привести ряд примеров чтобы не действовать по шаблону что действительно важно то есть долг может быть отрицатель например какой нкхп там европейской электротехники или еще чего-то но есть нюансы во всем есть нюансы и мы давайте сейчас их разберем потому что по шаблону здесь по одной этой цифре не отработать нужные отчеты давал информацию что приобретал акции компании московской бирже ролик выпускал собственно московская биржа входит у нас в перечень тех бумаг которые будут испытывать ну даже позитивное влияние от тех событий которые происходят значит что касается ее долговой нагрузки долг и беде отрицательный то есть долгов у московской бирже можно сказать нет совсем это большой плюс при том при всем второй фактор который я хотел бы обозначить помимо отсутствия долга то есть это как триггер к тому сколько компания будет тратить денег на его обслуживание второй момент противодействующий и положительный который может являться положительным моментом это наличие денежных средств то есть увеличение ставки центральным банком способствует тому чтобы деньги стали дороже и ценнее и та ценность которая имеется на счетах компании когда компания эффективно распоряжается вот это большим плюсом является то есть когда не долго мы нивелируем расходы когда есть деньги на счете мы нивелируем в плюс доходы и смотрим по московской бирже вот последние данные от какой тут второй месяц 24 года по наличности по наличности у московской бирже 139 и 1 миллиард здесь у меня открыто еще денежные средства эквиваленты в целом по московской бирже это последний отчет насколько помню посвежее и того денежных средств и их эквивалентов 458 миллиардов у московской бирже то есть мало того что у нее долго нет проблемы никакой не будет хоть 30 процентов хоть 50 процентов там процентная ставка будет центрального банка на них не скажется на московской бирже у нее еще и денег порядочно на счетах соответственно она с этих денег получит прибыль тут важно понимать что вот эти вот денежные средства и эквиваленты вот написано счета в банках и депозит овернайт и в кассе вот которые в кассе лежат их инфляция просто-напросто съедает но лежит всего 4 миллиона остальные деньги они генерируют финансовый поток потому что там депозиты там могут быть ценные бумаги ну и различные инструменты которые дают доходность они могут валюте эти денежные средства то есть зачастую расшифровки того куда направлен денежные средства они имеют место быть то есть высокая ставка для московской бирже в принципе позитивно безусловно вот эту компанию мы рассматриваем как пример вот видим такое состояние да такие-то там денежные средства и так далее и есть генерация дополнительных денежных средств так по моему 28 страница давайте посмотрим или мне тут обозначение хотел вам продемонстрировать так процентные расходы здесь идут так это в четвертой комиссионный сейчас секундочку вот это значит глава 5 процентные доходы то есть как компания получает денежные средства от другие денежные средства с деньги рождают деньги процентные доходы связаны использованием эффективной процентной ставки проценты по денежным средствам и так далее и видим что итого процентных доходов 55 миллиардов в по итогам на 31 декабря двадцать третьего года то есть 55 миллиардов компании чистых процентных доходов это значительная сумма от вложенных имеющихся денежных средств на счетах то есть московская биржа с учетом высокой ставки она эффективно генерирует финансовый поток и эти деньги работают на нее чем они дороже тем больше будет московская биржа с этого денежных средств получать рисков связанных там с банкротством или с чем-то еще с невозможностью развития виду высоких ставок у нее отсутствует это один пример да говорил что приобрел компанию мать и дитя смотрим долг и беде отрицательный то есть проблем с долгом нет мать и дитя тоже им совершенно без разницы сколько будет процентов значит кредиты они их не берут практически там облигационные займы у них никакого интереса для них не представляют плюс защитная индустрия в плане там где-то рождения здоровье медицины потребительская активность здесь едва ли снизится поскольку это все-таки здоровье это тоже важный момент при котором финансовый поток от компании не пострадает наличность при всем при том 10 миллиардов учитывая капитализацию всего 62 миллиарда у нее деньгами только лежит на счете 10 миллиардов вот последние данные приведу 11 миллиардов уже то есть 11 тысяч миллионов рублей 11 миллиардов у компании лежит в деньгах она их тоже активно увеличивает то есть это замечательная позиция и давайте проведем такое для понимания грубый расчет примеру у компании мать и дитя чистая прибыль ну 7 и 8 миллиардов была 6 22 году выросла на 30 процентов ну и собственно рост операционных показателей продолжает иметь место быть 7 и 8 миллиардов имеет 11 миллиардов на счетах ставка сейчас 16 процентов то есть можно консервативно генерировать финансовый поток при помощи уфс вкладов всего прочего но процентов 15 смело и помимо того что компания занимается и кодом сколько места всякие различные медицинские услуги предлагают у них еще 11 миллиардов под 15 процентов словно говоря будут срабатывать это еще более полутора миллиардов рублей принесут им те денежные средства которые у них имеется на счетах понимаем что вырастет финансовый поток компании связанные с непосредственно деятельностью там на 20 на 30 процентов плюс еще 20 процентов составит прибыль от тех денежных средств которые у компании имеются вот и думаю такие примеры понятно понятно и каждый сам может посмотреть состояние компании сколько у нее денег какие у нее долги и так далее я думаю все понимаем к чему я клоню в последнее время очень часто смотрю пиарится компания интерау давайте ее разберем она тоже под наши параметры подходит вот обратите внимание что долг и беда у нее резко отрицательный то есть тут совсем проблем никаких нет п е очень низкий что касается вот он чистый долг отрицательный минус 508 миллиардов и что касается наличных денежных средств так где не потерялись наличные денежные средства что много лишних показателей здесь вот она наличность 520 миллиардов у нее еще на счетах лежит то есть мы видим что капитализация компании в принципе 412 миллиардов эта компания стоит 412 миллиардов вот по текущей рыночной цене а у нее только денег на счетах 520 миллиардов то есть можно купить 520 миллиардов за 412 миллиардов и еще бонусом пойдут все значит энергогенерирующие мощности да кажется великолепное предложение но почему интер рау не так активно откупают почему с 520 миллиардов не хотят купить за 400 миллиардов неужели не понимают люди тут дело в самой компании компания ведь она стратегическая скажем так она работает во благо государства поэтому все вытекающие обстоятельства от этого имеются то есть от этих денег инвестору никакой пользы нет взять их как-то нельзя дивидендами они их не платят дивиденды довольно таки скромные 6-7 процентов при инфляционной составляющей сейчас 10-15 процентов и вот тут нужно эти моменты тоже улавливать и открыл специально отчет отчетность группы интерау 3 месяца 24 года обратите внимание что денег у них огромное количество на счетах а процентные доходы всего-навсего 20 миллиардов это то с чего они получают у московской бирже 458 миллиардов и они генерируют условно говоря 12 процентов с них денежного потока у этой компании генерация идет всего там в районе 6 процентов то есть постепенно инфляция съедает те деньги которые имеются этой компании вот она суть неэффективного управления со стороны но не хочу сказать государственного государства но лиц не столь заинтересованных в развитии компании как частных то есть всегда было понятие она остается государства неэффективный собственник то есть сейчас иметь 500 миллиардов на счетах и получать с них 6 процентов ну это на грани там чего-то фантастики какой-то это просто нужно забить как говорится нас на то что что-то там есть там зарплаты на зарплате где-то человек сидит ему главная отчетность главное там энергию поставлять то есть никакого тут смысла нет и эти деньги постепенно условно говоря улетучиваются изгорают хотя эта компания могла бы стоить гораздо дороже вот на мой взгляд поэтому за 520 миллиардов не готовы заплатить 400 с копейками миллиардов потому что это такая вот неэффективная система емкая которая работает чисто для обеспечения того чтобы энергетика была 100 миллиардов у него будет там 500 триллионов там долларов будет все это все равно в дыру улетит ну субъективно и образно я говорю безусловно но такие распределения денежные средства они конечно не очень не очень рациональны на мой взгляд поэтому тут нужно отделять зерна от плевел и не все компании с низким долгом и с высокими объемами финансовых средств на счетах одинаково хороши и смотрите чтобы компания была словом грязь аппарат управления был эффективен и мог действительно этой ситуации воспользоваться они под самую высокую ставку набрать там кредитов все спустите куда-то но все исчезло для этого есть финансовой отчетности можно ее анализировать на этом пожалуй все так что такие примеры можем еще поговорить по облигациям сейчас есть интересные расчеты по облигациям как можно получить эффективную процентную ставку сколько она будет действительно составлять чтобы не заблуждаться пишите в комментариях свои вопросы с удовольствием их обсудим ну и в общем то свое мнение в целом по данному направлению на этом все всем удачи в инвестициях самое главное здоровье вам вашим близким всего доброго до свидания